Цифровая дипломатия и ее влияние на внешнюю политику государств, возможность создания кодекса цифровой дипломатии и кибербезопасности, а также евразийская цифровая бизнес-платформа и много других актуальных вопросов стали предметом обсуждения на панельной дискуссии цифровое и трансграничное взаимодействие на этих форуме в Югре. Участниками мероприятия стали эксперты в этой области и чиновники из России, ЮАР, Индии, Аргентины, Кении, Бразилии, Венесуэлы, Казахстана, Армении, Кыргызстана. Инициатором дискуссии выступила Ассамблея народов Евразии. Мы в Ассамблее считаем, что создав единую платформу, единую систему взаимодействия, мы могли бы друг другу между собой делиться, создавать. Вот как раз одна из тем нашей дискуссии, это экспорт опыта в рамках цифровой трансформации, которая последовала после вот этих таких изменений. В Югре разработают методологию снижения углеродного следа. Наталья Комарова провела рабочую встречу с руководителем аналитического центра при правительстве России Константином Калининым. Стороны подписали сразу два соглашения о сотрудничестве в сфере развития транспортной инфраструктуры региона, а также разработке методов снижения углеродного следа в нефтегазовом и энергетическом секторах. Губернатор отметила, что занимая лидирующие позиции в стране и мире по добыче нефти и газа, Югра ответственно относится к формированию климатической политики. Основная задача здесь снижение выбросов парниковых газов. Эту работу в округе ведут с 2013 года, что уже позволило сократить выбросы на 1 миллион тонн ежегодно. Совместная с аналитическим центром научная работа поможет округу выработать новые подходы к оценке выбросов и внедрить новейшие технологии утилизации углекислого газа и метана. Дополнительные выплаты на детей, стопроцентная оплата больничных родителям, которые ухаживают за детьми до 7 лет. Такие вопросы обсудили на заседании Совета законодателей Югры, Ямала и Тюменской области. Главной темой стал блок социальных инициатив, который озвучил президент России во время послания Федеральному собранию. По словам председателя Думы Югры Бориса Хохрякова, для воплощения в жизнь этих решений нужно четкое законодательное сопровождение. В Югорском парламенте уже провели специальное заседание, на котором одобрили несколько законопроектов, направленных на выполнение этих инициатив. Мы подлимем оказание помощи медицинским работникам, которые приезжают в сёла. Это выплаты единовременного пособия докторам в размере 2 миллионов рублей, фельдшерам в районе 1 миллиона рублей. И я думаю, что будет проиндексирован югорский семейный капитал. В городах Югры проводят рейды по водоемам. Так, в Нягоне полицейские, спасатели и народные дружины проводят профилактические беседы с жителями города о правилах поведения в акватории. Отмечу, только за прошлое лето в городе произошло 4 несчастных случая на воде. Специалисты отмечают, что в основном они происходят с нетрезвыми горожанами, а также детьми, которые остались без присмотра взрослых. Патрулировать водоемы неравнодушные горожане будут до конца лета. Они уже раздали десятки памяток и листовок с правилами безопасности. Я хочу напомнить родителям, чтобы не отпускали своих малолетних детей. Потому что особенно в нашем городе, в 5, 6, 7 микрорайоне, есть случаи, что дети гуляют без присмотра родителей. Берег, там речки обрывистый. Маленький ребенок может упасть просто и все. И будет у нас несчастный случай. В Нижневартовском районе в суд передали уголовное дело о браконьерстве. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. В апреле этого года во время рейда был задержан житель Радужного, который незаконно добыл медведя. Причиненный ущерб оценивают в 60 тысяч рублей. Обвиняемый добровольно возместил его в ходе расследования. Однако за незаконную охоту все-таки придется ответить. Прокуратура Нижневартовского района утвердила обвинительное заключение. Браконьеру грозит два года лишения свободы. Ростелеком продолжит развивать телекоммуникационную инфраструктуру Югры. Наталья Комарова провела рабочую встречу с вице-президентом компании и директором межрегионального филиала «Урал» Сергеем Гусевым. Глава региона предложила запланировать совместные мероприятия по развитию и технической поддержке аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Включить в него новые виды ситуационной аналитики. Например, контроль за ношением масок. Также губернатор акцентировал внимание на обеспечении интернетом соцобъектов в рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура». За два последних года в Югре к сети подключили 205 таких объектов. В планах на 2021 еще 146. Кроме того, в округе продолжат подводить интернет жителям небольших труднодоступных поселений. Так, Наталья Комарова предложила рассмотреть возможность строительства оптоволокна в Нижневартовском районе в направлении села Корлики. Отмечу, с 2018 года только по программе устранения цифрового неравенства специалисты ведущего провайдера региона построили около 700 километров оптических линий связи. В 23 населенных пунктах Югры сегодня работает бесплатный уличный Wi-Fi. Полностью цифровым наш округ стал в прошлом году, когда к высокоскоростному интернету подключили Березовский район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Жители региона должны иметь отрицательный тест ПЦР, либо сертификат о вакцинации. Детям до 14 лет без сопровождения взрослых нельзя находиться в торговых центрах, учреждениях торговли и организациях общественного питания. Кроме того, в Югре вводится запрет на массовые мероприятия с числом участников более 20. ВУЗам и СУЗам рекомендовано организовать сессии с использованием дистанционных технологий. Несмотря на новые ограничения, детские лагеря в Югре продолжат работу в своем обычном режиме. Об этом сообщил директор Департамента образования и молодежный политик Югры Алексей Дренин. Закрывается лагерь только в случае, если происходит какое-то ЧП. Например, выявляется заболевший, тогда лагерь переводится в онлайн-формат. Сейчас лагеря действуют с соблюдением всех мер и требований безопасности, рассказал руководитель Депобразования. Сейчас в детских лагерях на территории региона отдыхают около 30 тысяч детей. В окружном департаменте образования сообщили, у воспитанников детских лагерей в округе коронавирус не выявили.